Философы в какой-то степени более глупые, чем нормальные люди. Каким-то образом жижек и бадил мои интеллектуальные академические дедушки. Здесь философия как раз перестает исполнять эту терапевтическую функцию. Я согласна с Делезом, что философия начинается с глупости, потому что глупый вопрос, тот, который выглядит глупым с относительно привычных ответов, относительно даже привычных вопросов, это и есть начало философии. Философы в какой-то степени более глупые, чем нормальные люди. Я училась в аспирантуре в Словении по специальности философия и психоанализ. Еще изучала экзистенциальную терапию в Оксфордском университете. В Словении моим научным руководителем была Оленка Зупанчич. Оленка Зупанчич, в свою очередь, училась у Жижека и у Бадю. Поэтому каким-то образом Жижек и Бадю – мои интеллектуальные академические дедушки. И фактически я принадлежу к школе люблянского психоанализа. Но Жижек когда-то сказал, что настоящий ученик – это тот, кто предает своего учителя. И, наверное, потому что, в принципе, мыслитель – он же не религиозный деятель. Он мысли критикует себя, он опровергает себя. И поэтому в какой-то степени быть подлинным, настоящим философским учеником – значит продолжить вот эту работу по самоопровержению. И если считать, что настоящий философ, он опровергает себя, и настоящий ученик, соответственно, это тот, кто предает своего учителя, то именно таким образом я принадлежу к этой интеллектуальной традиции. Потому что я сомневаюсь в каких-то базовых предпосылках, я критикую психоанализ, но при этом таким образом я остаюсь странным образом учеником. Проблема с современной философией в том, что она очень сосредоточена на себе. То есть, например, Люблянская школа психоанализа и, в принципе, все философские течения, они свысока смотрят на естественные науки, например, на нейробиологию. Они свысока смотрят на психологию, у них на это все есть причины, в принципе. Но я стала сомневаться в философии. В философии есть такой недостаток, что она все еще сохраняет эти черты теологические, когда есть определенная школа, когда эта школа похожа на секту, и они используют метафизический язык, который кажется, что что-то объясняет, и которые они повторяют все друг за другом, но при этом это все-таки метафизический язык, это ничего не объясняет. Меня это стало раздражать, я ушла в естественные науки, стала исследовать нейробиологию и психологию немного. И такой переход неприемлем внутри философски-сектантского мышления, поэтому в этом еще я предатель. И проблема в том, что нейробиология меня как философа тоже раздражает, потому что она с позиции философа очень тривиальна. То есть там есть настоящее исследование, которых мне не хватало в философии, но их интерпретация очень тривиальна. Там, например, видно, что люди, ученые, они не знают всей той традиции, которая лежит, например, за определением счастья. То есть что счастье — это не просто что-то, как мы используем это в повседневном языке, а что это понятие, которое относительное, у которого есть своя история, о котором можно сомневаться. То есть философского аспекта там как раз нет. И поэтому меня как философа раздражала нейробиология, как нейробиолога меня раздражает философия, потому что там нет естественных исследований. И получается, что мне нет места нигде. И вот, наверное, единственное место, где я нашла себя, таких мест немного, это школа перспективных исследований, потому что здесь все такие странные. То есть это место, где действительно можно проводить междисциплинарные исследования. Это люди, которые здесь находят себя, находят друг друга, которые действительно готовы слушать, готовы быть вовлечены в междисциплинарные проекты. И они даже согласны за этим приехать в Сибирь. Я определяю себя как философа. И, наверное, это очень удобно, потому что как философию можно определить все, что угодно. Еще, вероятно, у меня был конфликт с моим отцом, потому что когда я самоопределилась как философ, он это не совсем одобрил. И с тех пор у меня такой подростковый драйв, что я должна самоутвердиться в этой роли и, наверное, что-то доказать. Но получилось очень удобно, потому что, в принципе, философией можно назвать все, что угодно. И даже если я в чем-то сомневаюсь, опровергаю себя, являюсь предателем определенных течений, это все равно философия. Потому что, в принципе, философия — это движение мысли, это то, что опровергает себя. Как только она застывает, как только появляется какое-то утверждение, какая-то идея, которую ты готов отстаивать до конца, к которой ты больше не сомневаешься, это уже не философия. Поэтому весь этот поиск нервный, все это сомнение в себе можно назвать философией. Я действительно болею философией, несмотря на то, что под философию подпадают абсолютно противоположные феномены и вещи. Зачем нужны философы? Наверное, они за теми нужны, что они ни за чем не нужны. То есть если какая-то утилитарная вещь, которая, понятно, зачем нужна, там нет пространства для мышления, там нет пространства для модификации, для сомнения. И философия, наверное, такая инстанция, что ли, может быть бессмысленная, инстанция несовпадения с собой, когда что-то непонятно, есть определенные вопросы, есть какое-то движение мыслей, мыслей, у которой нет готовых ответов, пространство, где все только усложняется. В принципе, это эмоционально очень тяжелое пространство, эмоционально это сложно выдержать, потому что, будучи философом, ты все время себя убиваешь. У тебя нет никаких сложившихся до конца идей, никаких сложившихся ориентиров. Это очень психологически очень тяжело. Вот зачем нужны философы. Я заражаю, что самое страшное этим студентам и окружающих людей. Наверное, не только потому, что я не люблю людей. Я думаю, что люди сами не любят себя. То есть, несмотря на то, что есть этот стереотип, что мы все стремимся к счастью, человек, он очень болезненное животное. Это неправда. Это, скорее всего, базовая мысль, какая-то базовая потребность в страдании, в претерпевании, от которой человек сам себе, ему сложно в этом признаться. И вот в мысли о счастье, он, скорее всего, от этой базовой потребности убегает. То есть философы, наверное, все. Во всех есть эта внутренняя готовность, готовность болезненная. Потому что человек — это сознательное существо. Сознание болезненно по определению. Потому что для выживания оно не нужно. Тем не менее, каким-то образом это болезненное сознание в сознании конституирует людей. Поэтому философия привлекательна. Несмотря на то, что она при этом не привлекательна, потому что она болезненна, болезненна сомневаться, болезненна не иметь этих ориентиров, болезненна не верить в какие-то сложившиеся стереотипы, потому что стереотипы терапевтичны. Но все-таки это что-то привлекательное, тем не менее, для людей, даже вопреки их какому-то, их интенциям того, чтобы им было хорошо. То, что я называю негативным психоанализом или некропсихоанализом, я пытаюсь противопоставить этим словом негативным, негативную распространенную сейчас популярную психологию, популярные психотерапевтические практики, которые по большей части позитивны. Так изначально не предполагалось Фрейдам. Правда, Фрейд очень тоже противоречив относительно того, в чем заключается цель практики психоанализа. С одной стороны, должно было чем-то быть терапевтичным, и есть много каких-то особенностей психоанализа, которые сохраняют эту религиозную практику обещания рая, обещания избавления от страданий, но тем не менее у Фрейда есть и другая сторона, где он понимает, что страдания для человека конститутивны, что мы не можем развиваться без травм, что, в принципе, оборотной стороной любого развития, любого изменения и мышления является, особенно ребенка, является травматичность, и избавить от этого до конца человека невозможно. Можно попытаться, но, как мы знаем, есть примеры в истории, когда это заканчивалось тем, что мы этого добивались с помощью лоботомии. Мы просто физически берем и кусок мозга убираем, человек становится более счастливым, но не совсем похож на то, что мы называем человеком. Поэтому психоанализ противоречив, и негативный психоанализ особенно. Есть такой концепт у Джей Коби, я не знаю, практикует ли кто-то, кроме меня, негативный психоанализ, но такой концепт теоретически он есть. То есть это что-то, что противоположно этому позитивному, постулируемому настрою. Негативное отношение в плане того, что мышление всегда предполагает болезненность и обещает людям, как это делают имплицитно. Современные, особенно какие-то американские версии психоанализа, психотерапии, это, во-первых, неправда, несмотря на то, что человеку можно полностью избавить от страданий и как-то сделать его жизнь более легкой и простой. Во-вторых, оно еще парадоксальным образом ведет к максимизации страданий, потому что когда навязывается идеал здорового человека, человека, который не страдает, мы начинаем страдать еще больше, потому что страдаем и чувствуем, что мы этому идеалу нестрадающего человека не соответствуем. Поэтому каким-то образом как раз негативный психоанализ, который кажется зло, потому что он не обещает этого, прототипа Рая, тем не менее оказывается, что он не зло, что зло в какой-то степени. Это как раз все позитивные психотерапии, которые предполагают, что можно человека излечить от травм, излечить от страданий. И они негативный психоанализ, и психоанализ Фрейда, и Лакана, и в принципе современной его философской версии, он философски информирован. То есть он предполагает компонент мышления как ключевое мышление, которое не как сейчас сложился стереотип, мы ходим к психотерапевту, и он все проясняет, он носит ясность, и тем самым избавляет от страданий, он рассказывает нам, какой у нас психотип, мы знаем больше о себе. Наоборот, мышление не работает таким образом. То есть там оно ничего не проясняет, если оно проясняет на время, но в принципе оно задает еще больше сложностей, еще больше, и тем самым еще больше травмирует. Потому что мы, решая любые проблемы, мы обнаруживаем новые проблемы. Любое решение проблем влечет за собой новые проблемы, любое обнаружение чего-то ведет за собой новые вопросы. То есть мы обнаруживаем еще больше уровень сложностей. И поэтому в каком-то смысле это противоположно такому лечению. Но с другой стороны, человеку это свойственно. И освобождение такого негативного психоанализа, оно в том, что тех людей, кого раздражает этот позитивный настрой, который отменяет мышление. Здесь они, в этом пространстве, это такой safe space для мышления, для травмирования себя. Я думаю, что наоборот, штука с сознанием в том, что оно не нужно. То есть для выживания мы можем применять какие-то более простые механизмы и прожить без включения сознания. И вот в этой парадоксальности его ненужности, и то, что оно болезненно и при этом не нужно, мне кажется, и заключается то, чем является человек. Он болезнен, но это бессмысленно. И в какой-то степени вот эта бессмысленная болезненность, она и прекрасна, и она является, и результатом ее является вся культура, и все, что мы придумали, и определяет человека. Именно бессмысленность и именно болезненность. Был такой философ Цапфе, который говорил о том, что, в принципе, вот вся философия, все другие философы, за что я его люблю больше, они всегда находили смысл. То есть они каким-то философским сложным языком, они находили смысл, зачем человек мыслит. То есть они были все еще прототипом религиозного мышления, потому что они обещали спасение. Даже у Хайдегера, который понимал, что существует вот эта изначальная тревога, что это базовый модус существования, и мы только можем в этом повседневных своих привычках убегать, пытаться заглушить это базовое чувство, базовое настроение, подлинное по Хайдегеру человеческое. Тем не менее у него еще и сохраняется идея, что это прекрасно, что мы чувствуем эту тревогу, что это подлинный модус существования. И здесь заключается идея, репродуцируется идея спасения, что мы каким-то образом лучше, чем люди, которые не знают. Те, кто чувствуют тревогу, философы, в какой-то степени лучше, чем люди, которые пытаются все время заглушить это свойственное наше базовое чувство, подлинный модус. Но ЦАПФа лучше всех, потому что он говорит, что да, он согласен с тем, что сознание — это девиация эволюционная, что оно совершенно не нужно. Он согласен с тем, что люди придумали очень много всего для того, чтобы как-то утешить себя, в том числе философию, бога, государства, какие-то идеалы. Но он как-то равномерно, равноправно ненавидит всех. Не только философов, которые признают, что мы хардкорным образом, все тревожные, смысла нет. Он ненавидит одновременно тех, кто пытается это заглушить, и тех, кто не пытается это заглушить. Это просто всё ошибка, и все люди одинаково отвратительны. И он первый, кто не обещает спасения. То есть мне нравится он, мне кажется, он подлинным, настоящим философом, именно потому что он видит, он как-то в своей изобличении этой бессмысленности, в необещании спасения. Здесь философия как раз перестаёт исполнять эту терапевтическую функцию. Она не даёт ответов, она не говорит, где спасение. Она вот растворяется в этой бессмысленности и боли, и тем самым не похожа больше на теологию. Я ещё считаю, что философия — это практика. То есть она вплетена в повседневную жизнь. В этом смысле, наверное, наша будечная жизнь, то есть я как мать, я как профессор, это понятно, тем не менее какие-то повседневные роли, они тоже философские. Потому что философия, которую я не люблю, которая исполняет терапевтическую функцию, которая сектантская, которая предлагает ответы на вопросы, люди, которые говорят на своём языке, повторяют друг за другом, и у них складывается впечатление, что они что-то объясняют, что они являются носителем истины, и вот нужно вовлечь в свою секту, чтобы тоже говорили на этом непонятном языке, и вместе будем лелеять чувство того, что мы что-то понимаем, несмотря на то, что мы сами не понимаем, о чём мы говорим. Мне кажется, что вот это не философия. Философия, она каждый человек в какой-то степени, в определённом смысле может быть назван философом, и философия — это то, что практикуется в повседневной жизни. В принципе, даже культуру, эволюцию культуры можно назвать движением философии, движением мысли. В этом смысле человек, даже роль матери, она философская роль, потому что философия предполагает переосмысление, работу с реальностью, с повседневной реальностью. Меняется понимание того, что такое ребёнок, меняется понимание того, что такое материнство, родительство, что такое быть студентом, что такое быть профессором. Это переосмысление коллективное, какие-то тренды, переосмысление себя коллективное, индивидуальное — это всё движение философии. То есть философия не там, где мы привыкли считать, она существует в академической среде, там как раз её нет, там есть подобие философского мышления. Философия — это то, что происходит в повседневности, но тем не менее какой-то более, наверное, всё-таки интенсивной интенсификации повседневного переосмысления. Потому что если мы посмотрим на определение женщины, определение пола, определение ребёнка, какими они были сто лет назад, произошло серьёзное изменение, за которыми иногда даже философия не успевает. Вот настоящая философия — это вот эти изменения, которые практикуются, практикуются коллективно. И дети в этом смысле... Моя дочь меня научила очень многому, то есть, наверное, стала я таким философом, как я сейчас определяю философа, как раз благодаря ей. Потому что ребёнок — это другой взгляд на мир. Он ещё не знает, для него не очевидно то, что для нас очевидно. Он ещё не привык отвечать на вопросы определённым образом и получать удовлетворение от этого, просто потому что это привычные ответы. У него есть, как и у философа должно быть, возможность посмотреть на это под другим углом зрения, под каким-то новым углом зрения. Задавать, наверное, даже глупые вопросы. Я согласна с Делёзом, что философия начинается с глупости. Потому что глупый вопрос, тот, который выглядит глупым с относительно привычных ответов, относительно даже привычных вопросов, это и есть начало философии. То есть философ ещё и глупый. Он сомневается в очевидном. Он не понимает того, что само собой чего-то, что само собой разумеющегося. Потому что то, что другим понятно, является очевидным. И об этом не стоит задумываться. Как раз детям и философам это не очевидно. Философы в какой-то степени более глупые, чем нормальные люди. На самом деле меня удивляет, почему философия появилась в Греции. То есть в тёплом климате. Мне кажется, что Сибирь как раз самое подходящее место для того, чтобы здесь зарождалась философия. Просто, наверное, в определённый исторический период люди просто замерзали и не выживали до того момента, когда у них появлялось мышление. Но Сибирь здесь ещё нормально, но в принципе она не создана для того, чтобы человек здесь жил. Он живёт здесь вопреки. То есть он живёт в режиме выживания. Человек тоже не создан, не существует для того, чтобы он выживал на самом деле. Он всегда выживает вопреки. Животное, которое живёт вопреки тому, что оно не должно жить с этим своим сознанием. И Сибирь как раз очень совпадает с этой целью человека. Его здесь не должно быть. И здесь поэтому интересно. И, наверное, в каком-то философском ключе можно это связать с мышлением. И здесь ещё есть такая атмосфера весёлого отчаяния. Несмотря на то, что в школе перспективных исследований здесь какие-то потрясающие профессора мирового класса и замечательные студенты, здесь у всех появляется весёлая атмосфера отчаяния, которая стимулирует то, что мы вступаем в дело. Здесь всё как в последний раз. Как будто тебя скоро не станет с этой погодой зимой. Получается поэтому очень интенсивное мышление, коллективное мышление, какие-то интересные проекты. Хотя казалось бы, что в более комфортных условиях климатических это должно совершаться. Но, тем не менее, здесь совершенно другая динамика, более интересная динамика, чем когда условия более комфортные. Я думаю, что атмосфера, которая здесь есть между профессорами междисциплинарных отчаянных исследований, атмосфера передаётся и студентам. Здесь замечательные студенты, потому что ещё и, наверное, здесь нет иерархии традиционной, как существует в университетах между исследователями, профессорами и студентами. Здесь всё более сглажено. То есть она немного, конечно, есть, но, в принципе, мы вовлечены в процесс коллективного мышления с ними. Где мы на равных, где мы их слушаем, и они слушают нас, где происходит обмен. Здесь мы не навязываем знания, которые у нас есть, мы не передаём их, мы о чём-то думаем. Мы вовлечены в диалог, мы вовлечены в это коллективное мышление. И по студентам, по их отношению, такому же отчаянному и радостному, несмотря на то, что им сложно здесь, потому что исследовать самостоятельно что-то очень сложно и участвовать в этом мышлении, критическом мышлении тоже очень сложно. Тем не менее, они чувствуют, что оно этого стоит. Вот вся эта сложность, оно того стоит. Я думаю ещё, что студенты, как ни странно, студенты, которые учились в российских школах, у них есть привилегии по сравнению с европейскими и американскими студентами. У меня был опыт работы с американскими и европейскими студентами. Как ни странно, в школе российских детей научили слушать. То есть это, конечно, плохо, что им не давали достаточно возможности выражать себя. Но тем не менее, их научили слушать. Этого недостаточно сейчас в Европе и в Америке. И сейчас, когда они научены слушать, научены даже, может быть, повторять, теперь, когда у них есть шанс проявить своё собственное мышление, вступить в диалог, они как-то необычно этому рады. И благодаря тому, что они умеют и слушать, и критически относиться, это получается что-то очень серьёзное. На самом деле очень серьёзное и очень интересное. Я не за то, чтобы в российских школах сохранялась такая система, но вот то, что это как-то играет им пока на руку, такое здесь есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!